Что такое коррупция? Далеко не каждый знает. Это когда не знали, а только деньги решают. Тогда какой-то дядя свои карманы набивает. Этот ролик шестиклассники из поселка Майна сняли на смартфон за один день. Впрочем, немало времени ушло на создание сценария и рэп-текста. Их труд не пропал даром. Ребята одержали победу в конкурсе «Вместе против коррупции». В коррупции отношусь негативно. Я вообще не понимаю, зачем это. На мой взгляд, это все крест. Я не понимаю этих людей, которые берут, дают. Надо добиваться самому. Среди победителей восьмой класс из Устино-Копьевской школы. Подростки создали видеоролик в стилистике ожившего агит-плаката. Ребята готовились к съемкам полмесяца. Оттачивали каждое слово. Мы призываем навести на всех и каждого. Бойба с коррупцией – дело государственно важное. Большинство наших ребят хотят связать свою жизнь с такими профессиями, как юрист, прокурор. Работать в полиции. И это был очень важный опыт. Мы искали информацию. Придумывали что-то сами. Награждение авторов сильнейших работ прошло в здании Хакасского технического института, где ребята встретились с экспертами из МВД, прокуратуры, а также Министерства по делам юстиции и региональной безопасности. Конкурс детских творческих работ «Вместе против коррупции» охватил больше сотни школьников всех возрастов со всей республики. Они представили работы в трех номинациях – рисунки, плакаты и видеоролики. Одним из лучших художников признали черногорского второклассника Таира Ибадулаева. Один человек приходит, он оплачивает свои счеты, а ему дают взятку, а он не отказывается от нее, берет. А супергерой? Для чего здесь супергерой? Что он делает? Расскажи. Он борется с коррупцией. Чувство гордости, что у меня ребенок такой. В будущем хочет стать полицейским, мечта его. Организатор творческого конкурса – Союз журналистов России в Хакасии при грантовой поддержке правительства республики. Эти конкурсы позволяют делать своего рода прививку от этих коррупционных проявлений, начиная с детского сада, с младшей школы. Тогда без коррупции Россия будет честной, справедливой и счастливой. Теперь юные борцы с коррупцией из поселка Майна и села Устинкино будут создавать очередные видеоролики в более высоком качестве. В их арсенале новенькие видеокамеры. Оскар Артамонов, Станислав Колченаев, РТС.